Друзья, всем привет! В этом обзоре поговорим про клавиатуру игровую от компании Defender. Называется она Assault GK350L. Это металлическая, мембранная клавиатура с подсветкой. Компания DV Play предоставила нам ее для обзора. Ссылку на их интернет-магазин найдете внизу под этим видео. Итак, приступим. Что из себя представляет эта клавиатура? Это полноценная клавиатура, 104 клавиши, такой красивый симпатичный бокс. Defender, бренд, все мы знаем. Так, она даже закрыта. У меня есть ножичек, и я сейчас аккуратненько ее вскрою. На русском языке есть гарантия 12 месяцев. Есть даже бонусы. War Thunder, да, здесь у нас премиум, какие-то денежки. Ну и здесь все вкратце написано, рассказано. Можно даже не скрывая прочитать. И, по крайней мере, впечатление какое-то вы оставите. Так, а я открываю. И смотрю, что у нас тут такое. Ага, это есть клавиатура. Так, в коробочке больше ничего нет. Я уберу. Здесь целлофан. Аккуратненько мы вот так вот откроем. Есть бонус. Так, сейчас все лишнего беру, все. Как уже сказал, это есть карточка с бонусами на эту игру. Краткая инструкция, она же гарантийный талон. И сама-сама клавиатура. Проводками скручен кабель. Кабель длиной 1,55 м. Странно, 1,55 м. Ну, перемерять не будем. Доверим производителям, что 1,55 м, как написано в паспорте, есть длина этого кабеля. Подзолоченный коннектор USB. Ну, тоже длинненький. Плетеный кабель. Шумодав ферритовый. Длина кабеля, я вам сказал, 1,55 м. Для клавиатуры, если честно, это, наверное, достаточно. Дальше, смотрите, это мембранная клавиатура такого островного типа. Видите, как островки, она не закрытая. Вот. Она пластиково-железная. С задней стороны пластик. И ножки есть для поднятия. Вот сами основные ножки, они прорезиненные. Это плюс. Есть посередине такие подпорочки. Тоже плюс, чтобы не прогибалось. А вот ножки, которые выдвигаются, чтобы приподнять ее, они, конечно, пластмассовые. Ну, сейчас посмотрим, как она ездит. Ну, скользит, но не так заметно, если бы и вот эти самые первые ножки были также у нас пластмассовые, не резиновые. А сверху это есть железо. Железо, вот такой вот слой. И он так кажется, что, ну, она тонкая, на болтиках собранная. И, ну, так реально она такая прикольная, легкая. Я вам скажу, легкая. По поводу прогибаемости чуть-чуть я не проверил. Ну, прогибается не так сильно, да, на изгиб. Ну, крутится, но все равно надежная. Потому что пластиковые полностью, они послабее. Вот это отверстие, это, наверное, ничего иное, как для телефона. Ставили. О, насколько вам удобно будет смотреть, не знаю. Ну, не рукой же его так носить, как ручку куда-то. По поводу функционала. 104 клавиши, есть блокировка Windows. Это FN Windows. И переключение ходилочных клавиш на вот эти, да, вот W, A, C, D. Можно переключить вот сюда. Также есть подсветка, там 4 уровня. Это 4, вернее, уровня яркости. Выключено слабый, стандартный и яркий. Это все я вам покажу. И можно включить и выключить подсветку. Она радужная. Сейчас мы подсоединим, и все вам будет видно. Потом я, наверное, еще свет выключу, чтобы было получше видно саму подсветку. Так. Видите или не видите? Видите? Она вот такая радужная. Вот эта кнопка с лампочкой включает-выключает подсветку. И если нажмем и будем держать FN и будем нажимать клавишу солнышко, да, подсветка, тут два варианта. Либо она мерцает, постепенно, да, переливается, либо она постоянно горит. Она не переливается между собой по диодам, а просто вот эти красненькие, зелененькие и синенькие диоды, они здесь все время, они ярче, либо не ярче. Нам слог, W, да, что у нас еще здесь есть? Windows. Это вот значит, я нажал сочетание функционала Windows, и у меня вот эта кнопка, лампочка загорелась, да, сейчас потухнет. Это блокировка кнопки Windows при игре. Также, если мы A нажмем, ой, W, да, у нас должны переключиться эти кнопки по инструкции. Дальше, что мы еще здесь можем показать и рассказать по поводу ярче и светлее, да? Функционал, раз, два, три. Не могу найти. А, вот, все, нашел. Самый первый уровень, это нету подсветки. Второй уровень поярче. Стандарт и самый яркий четвертый. Сейчас я выключу свет, и вам будет все более видно нагляднее. Вот я свет сделал поменьше, и видите, какая подсветочка, да? Если мы нажимаем на кнопку лампочка, она включается, либо выключается. Если мы жмем и держим функциональную клавишу и нажимаем лампочку, у нас два режима. Первый режим, это постоянный, и второй режим, пульсирующий. Дальше, функционал и пейдж даун, это уменьшаем, или пейдж ап, это увеличиваем яркость и контрастность. по поводу клавиш, клавиши подсвечиваются снизу в основном и светятся сквозь. Но вот так как они островного типа, не прикрыты, да, корпусом, то получается, что яркость вот издалека вообще красиво получается. сблизи смотрим, что свет из вот этих щелей между клавиш, он высвечивается. Вот здесь тоже очень ярко видно. Ну, приятно светится, и самое главное, что ее можно одним движением выключить. Днем работаем так, ночью, пожалуйста, включаем и работаем с подсветочкой. Все очень замечательно, все просто. Минимум подсветки, нет возможности сделать ее одним цветом, там каким-то красным, зеленым, белым. Есть вот как есть, да, столько цветов радужная расцветка. Включил я обратно свет, выключая подсветку, я вам еще хочу рассказать, что как меняются, ну, вернее, отщелкиваются клавиши. Все довольно просто. Раз, и они вот так вот сменяются. Клавиатура мембранная, и она, ну, как написано, защищена от попадания всякой влаги. Конечно, если вы погрузите ее в ванну, она замкнет, а если вы вылейте на эту поверхность сверху вот сюда, там какой-то напиток, ну, ничего не произойдет, вот можно аккуратно снять вот эти клавиши и все протереть, высушить и обратно включить, и будет работать. На место ставятся они так же просто. Вставляем, и, оп, до щелчка. Все. По поводу шумно-нешумно, она считается, на мой взгляд, практически не шумной, потому что, ну, нет никаких кликаньев. Пожалуй, все. Функциональные клавиши вверху стандартные, справа калькулятор. До 19 одновременных нажатий клавиш она поддерживает. Так что вот такая вот симпатичная клавиатура. Цена 1120 рублей на сейчас. Будет сколько завтра-послезавтра, я не могу вам сказать. Отслеживайте по ссылочке, переходите, смотрите, если кому понравилась, конечно, цена, узнавайте, и, если что, приобретайте. Ну, и попрошу всех традиционно, у кого есть уже такая клавиатура, написать, как вы пользуетесь, удобно ли удобно, эта дырка, и, скорее всего, она для телефона, пользуетесь ли вы ею. И, если есть вопросы, пишите, на все отвечаю. И, если есть замечания, все публикую, при условии, что вы там корректно все пишите, не ругайтесь. А я прощаюсь с вами, до новой встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok